Ну что, давайте узнаем, сколько свадьбы стоит у нас сейчас. Давайте, давайте узнаем. У нас в гостях ведущая свадьба, губернатор свадебного агентства Арминэ Курдаглян, наша бывшая коллега. Арминэ, здравствуйте. Добрый день. Ну и вот мы сказали 60 миллионов долларов. Сколько у нас стоит зарегистрировать брак, пожениться, устроить торжество? Ну вы сейчас говорите о минимальном или максимальном? О среднем, скорее. Ну, среднем сегодня от 300 до 500 тысяч рублей. Если речь идет об организации, если речь идет об анкете. В среднем. Да, это в среднем. То есть я вспоминаю анекдот, когда человек думает, или купить машину, или жениться вообще. Ну, совершенно верно, это правильный вопрос. Я бы выбрала купить машину. Интересно. Это говорит, между прочим, представитель свадебного агентства, который на этом зарабатывает. Ну, это же я для себя говорю. Арминэ, ну вот если вспоминать свадьбы 10-15 летней давности, там все было гораздо проще. Ну, там люди в основном акцентировали внимание, что нужна столовая какая-нибудь. Да, столовая, 50 человек растет. Ну, голуби взлетающие, что там еще? Рис. Разбивающиеся вот эти тарелочки, и, в принципе, этого хватало. Сейчас запросы выросли, так? Что в основном вот просят, ну, вот без чего сейчас не обходится свадьба? Ну, на самом деле, если мы говорим о тех, кто готовы тратить деньги, все хотят шикарное оформление. И те, кто совсем готовы тратить серьезные деньги из разряда индийских магнатов, естественно, очень хочется звездный пул на сцене. То есть, а вы работаете, да? Вот любой каприз за ваши деньги. Ну, естественно. Все возможно. Можно устроить ведущим Ивана Урганта, например, да? Кайли Минок можете привезти вот как... Я думаю, что если она сейчас не в своем свадебном путешествии, то можно. Она же совсем недавно замуж вышла. Ой, какая прелесть. У тебя есть желание какое-нибудь? У меня есть желание, да. Вот, допустим, я хочу двух индийских слонов. И вот в таком красивом индийском саре, вот по улице Красный взять, и вот до ЗАГСа прекрасненько вот так вот дойдет. То есть слоны, а на нарезках, в принципе, на столах можно сэкономить, да? Если слоны будут. Вам самое главное обратиться в любое агентство, не только в мое, за год, потому что нужно еще разрешение подписать на возможность пройти по Красной на этом слоне. Я думаю, самое сложное будет это вот это разрешение. А слона найдем. А слоны за углом и так стоят. Только я очень надеюсь, что вам этого не захочется. Армина, самая дорогая свадьба, которая была вот в твоей практике, что туда заказывали? Самая дорогая свадьба, там был звездный пул очень большой. Там были премьер-министры, там была очень известная певица из Ормении. Премьер-министры, это группа, да? Пока группа, да, это была пока группа. И там было, конечно, очень серьезное оформление, очень серьезные затраты на оформление. И сколько это все стоило? Все утопало в цветах. Я думаю, что, ну, порядка 10 миллионов точно. Мама дорогая. Тут машиной не отделаешься. Скажи, зачем тратить такие огромные деньги, Армине? Вот это вопрос в лоб прямо. Ради простой, по большому счету, регистрационной процедуры. Если честно, мне правда очень сложно отвечать на такие вопросы, потому что есть люди, которым достаточно посмотреть на башню с часами, чтобы узнать время. А есть люди, которым важно, чтобы на руке был роликс, и не меньше. И так во всем в этой жизни. Они чувствуют себя неуютным без роликса, да? Ну, во-первых, неуютно, возможно. Во-вторых, когда вырастут дети и внуки, нужно открыть альбомы и сказать, видишь, Ваня Ургант был моим ведущим. Ну, плюс статус, наверное, да? Видишь, чей роликс на руке у Вани Урганта, да? Видишь, чей роликс на руках. Вот родственник, допустим, какой-то закатил свадьбу, просто невероятно. Ну, нельзя же ударить в грязь лицо в конце-то концов. А, это еще соревнования, да? Это, безусловно, соревнования. Ну, это, безусловно, всегда... Это характер, это тип личности человека. У него вся жизнь выстраивается по такому принципу. А ты бы хотела такую свадьбу? Нет. Вот, моя свадьба в общей сложности, плюс кольцо, как я сегодня уже сказала, обошлась, порядка 10 тысяч рублей. Платье Зара, 1700, 1300, банкет на двоих, 4600 и 7000 рублей, мое кольцо. Вот если свадьба, то такая. Ты вот за такую свадьбу, да? Да, я за такую свадьбу. В каком возрасте сейчас вообще люди женятся? Опять помолодели браки. Опять? Опять 21-25, опять, да. Ну, а вот был период, когда люди не торопились, да? Был период, это где-то 2000-е, когда как раз вошли в моду гражданские браки, когда стало понятно, что совсем не обязательно где-то расписаться, и не важно, что скажут соседи. Вот тогда гражданские браки зацвели, и свадьбы были нужны только для того, чтобы дело производства домашнее ввести, плюс рождение детей, чтобы не удочерять и не усыновлять. Плюс, если есть лишние средства. Удобно, да. Вот ты за какой брак? За гражданский брак? Да, давайте проголосуем. Я, безусловно, за гражданский брак, но я понимаю, что он нужен, официальный брак, когда появляются дети, потому что слишком много нюансов, которые требуют документов. Армена, спасибо большое. Армена Гурдаглян. Если будете устраивать свадьбу, знайте, к кому обращаться. Редактор субтитров М.Лосев Гудочек.